Мы продолжаем наши эфиры. Хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гейтман. Мы очень рады, что с нами сегодня на связи Андреас Умбланд. Я хочу напомнить, что он аналитик Кумбского центра исследований Восточной Европы. Андреас, здравствуйте. Спасибо огромное, что вы сегодня нашли время поговорить с нами. Спасибо за приглашение. Спасибо. Андреас, я хотела бы начать, наверное, с Германии. Потому что Германия... Мы вот с вами же очень в динамике говорим о том, что происходит в Германии. Я помню, с чего мы начинали, я помню, о чем мы говорили на последней программе. Мы видим, как Германия постепенно двигалась к все большей и большей поддержке Украины. Это просто было такое... Просто на глазах происходили серьезные перемены. Потом в политической жизни Германии тоже произошли серьезные перемены и происходят серьезные перемены. И я не знаю, связано с этими политическими событиями внутри Германии или не связано появление так называемого мирного плана канцлера Шольца. Вот мы привыкли к тому, что там у Китая есть мирный план, там, я не знаю, еще каких-то стран есть мирный план. Но вот у западных стран, по большому счету, так открыто об мирном плане еще не говорилось. И это, по сути, такой первый мирный план, поправьте меня, если это не так, который потенциально прозвучал от одного из наших союзников. Причем серьезных, больших союзников. Германия серьезно помогает Украине, и мы это хорошо знаем. И в этом смысле давайте о Германии. Что там происходит, известно ли что-то об этом плане, и является ли это только идеей Шольца, или это какой-то коллективный, может быть, план наших западных союзников? Во-первых, нужно сказать, что я пока этот мирный план не видел. Может, там уже что-то опубликовано, я это пропустил. Но, насколько мне известно, пока нет какого-то документа. И есть просто вот эти высказывания Шольца, которые сложно интерпретировать. Даже в том смысле, это всего лишь какая-то аморфная концепция, или же уже там что-то действительно разрабатывается в немецком правительстве или еще где-то. Я думаю, что в первую очередь эта риторика Шольца, она вызвана тем, что это популярная в Германии тема. Многие боятся эскалации войны, втягивания Германии в эту войну. Поэтому и есть, я это называю, шизофренические отношения немцев к поставкам оружия, к помощи Украине. А именно то, что, в принципе, большинство немцев выступает за помощь Украине, в том числе и тяжелым оружием. Но одновременно большинство немцев против поставки вот этих крылатых ракет «Таурус», которые запросила Украина у Германии. И это связано с тем, что люди боятся вот то, что Германия будет втянута в эту войну, и что потом российские ракеты будут летать уже в немецкие города. Ну и это, конечно, результат психологической войны России, которую Путин хорошо знает, Германии. Германия, он жил там пять лет. И это, к сожалению, работает, особенно хорошо работает это все в Восточной Германии, где, собственно, Путин и жил. Я тоже из Восточной Германии. И я это вижу, как это потом перетворяется вот в электоральную поддержку, скажем, такой партии, как новая союз Саарвагн, так называемый, для которой вот эта тема «Непоставки оружия для Украины» одна из главных тем. Там есть еще другая, более известная партия «Альтернатива для Германии», «Право-популистская», «Право-радикальная» партия, которая тоже говорит об этом, но для профиля, который в Германии, эта тема не так важна, как для этого союза в Агнкнехт. И сейчас вот эти две партии «Альтернатива для Германии», «Право-радикальная» партия и «Союз Саарвагн, лево-радикальная» партия, они получили хорошие, я бы даже сказал, очень хорошие результаты в региональных выборах в Саксонии и в Тюрингии. И 22 сентября через 4 дня будут еще выборы в Бранденбурге, тоже восточно-немецкая земля. И ожидается, что там тоже эти две партии, антизападные такие партии, и в том или ином смысле пророссийские партии, они тоже хорошо выступят. Ну, это и вот эта риторика Шольца, она как бы старается отвечать на вот этот вызов. И вот поэтому она говорит о мирном плане, хотя трудно себе представить, а что это может быть за мирный план на фоне того, как Россия себе это представляет. Я думаю, это одна мотивация для этого. Ну, и второе, нужно тоже сказать, что сам Зеленский в конце июля, в интервью для французских журналистов, заговорил о переговорах, что есть приглашение со стороны Украины для России на следующий саммит мира, который, видимо, будет в незападной стране, может быть, в Индии или другой стране. Ну, и на этом фоне как бы это сейчас уже, ну, как бы комильфо говорить о переговорах. И таким образом это и для немецкого политика уже легитимно в чем-то об этом говорить. Ну, и Шольц этим пользуется, хотя трудно себе представить, как это на практике будет выглядеть. Тогда давайте немножко пойдем дальше, Андреас, и поговорим в целом о наших европейских партнерах, если возможно. Потому что уже, наверное, больше года в Европе ведутся дискуссии о том, что будет, если придет Трамп. И я не знаю, насколько Европа готовилась к тому, что придет Трамп. И насколько приход Трампа что-то меняет по-настоящему для Европы. Это если так вот глобально посмотреть. Вот остается там два месяца, там, условно говоря, до американских выборов. Что в Европе уже как-то поспокойнее смотрит на результаты американских выборов? Или ничего неспокойнее? Ну, я думаю, что все очень надеются на то, что Харрис победит. И тоже на то, что она победит с достаточно большим расстоянием. Ввиду того, что если будет там очень близкий результат, то могут начаться внутренние беспорядки в США. Это, увы, нельзя исключить, если там будет оспариваться результат выборов. А если Трамп победит, тогда, ну, очень трудно что-то предсказать, потому что он такой непредсказуемый. Для него это все, это внешняя, как и внутренняя политика. Это просто какие-то трансакции. И он будет то делать, что ему какую-то пользу принесет. И как он расценит ситуацию, трудно сказать. Может, он не будет таким ужасным, как это иногда можно вычитать из его высказывания, где он там говорит, что пускай там другие страны нападают на союзников, и Америка не будет помогать. Он непредсказуемый, он вообще в чем-то не политический человек. Он, мне кажется, это все затеял, потому что у него там какое-то политическое видение будущего Америки. И он просто, это все про него самого. Частично это, наверное, просто стратегия, чтобы уйти от ответственности за его банкротство, за его долги, за его там, в общем-то, преступления, за которые он может сесть в тюрьму. Я думаю, в этом все, как бы весь феномен Трампа, что он, в общем-то, не политическая фигура, и у него нет какой-то определенной идеологии. И на этом фоне очень трудно предсказать, как он себя будет вести. Ну, хотя уже вот есть намекание на то, что он бы просто отдал бы Путину то, что он хочет, потому что он может решить, что закончить эту войну каким-то образом, несмотря на интересы Украины, это популярно. Но, с другой стороны, если это будет непопулярно, если, скажем, там будет большое сопротивление этому, если американский парламент, общество будет против того, чтобы он давил на Украину, чтобы де-факту капитулировать, тогда он может и помочь Украине. Кто его знает, если он сочтет это для себя выгодным. Поэтому его очень трудно предсказать, и он будет действовать, видимо, в своей внешней политике под влиянием разных советников. Если это будет такой советник, как Помпеил, это будет очень хорошо, потому что Помпеил имеет очень трезвый взгляд на эту войну, и хорошо ее понимает. А если это будут другие советники, то бог знает, что из этого получится. И даже, я думаю, в Москве есть люди, которые в чем-то опасаются победы Трампа, потому что это такая непредсказуемая просто будет ситуация, которая для какого-то стратегического планирования любой страны мира будет проблемой. Андреас, давайте себе представим на секундочку, что в Америке что-то произойдет. Ну, какая-то задержка там, или с признаниями выборов, или что-то еще. Насколько, с вашей точки зрения, европейские наши партнеры готовы поддерживать Украину самостоятельно? Вот, несмотря на то, что будет происходить в Америке, недавно я говорила с Густавом Гресселем, австрийским аналитиком, он сказал, что Европа не готовилась серьезно к тому, чтобы это сделать. А вот интересно, как вы оцениваете подготовку Европы к тому, чтобы поддержать Украину, если вдруг что? Ну, тут, с одной стороны, есть вопрос о воле поддержки для Украины без союзника Америки, и о возможности это сделать, о ресурсах. США, я думаю, в принципе, воля есть. И есть, конечно, тут тоже проблемные страны, как Венгрия, но если посмотреть, скажем, на новый состав, который, видимо, будет Еврокомиссией, это обнадеживает. Была создана новая позиция комиссара по обороне и, кажется, по космосу, который, видимо, займет Андриус Кубилиус, известный литовский политик, большой друг Украины. Я с ним хорошо знаком, кстати. Если он действительно будет подтвержден парламентом, это будет обнадеживающее развитие. Ну, и в целом, то, что, видимо, Урсула фан дер Лайн будет дальше президенткой Еврокомиссии, это обнадеживает. То есть, я думаю, воля, в общем-то, будет. И вопрос тут, Густав Гресселл лучше разбирается, будет в том, насколько Европа сможет это сделать и насколько, скажем, Европа будет креативно подходить к этому. Ну, есть, например, это чешская инициатива закупки снарядов для Украины за пределами Европейского Союза, где-то там на мировом рынке, в каких-то странах, там Африки или Латинской Америки или Азии. Ну, вот, может быть, если будут вот такие как бы нестандартные шаги, что Европейский Союз захочет и сможет, может быть, не через свои несуществующие или недостаточные ресурсы поддержать Украину, но через закупку других ресурсов, через просто финансирование украинского военно-промышленного комплекса поддержать Украину, то, может быть, не все так плохо. Потому что я думаю, что если действительно Трамп победит или если будут в США беспорядки, которые приведут к тому, что США уйдут из внешней политики или из международных отношений на какое-то время, то я думаю, это все-таки будет сигналом для Европы, что нужно что-то экстраординарное сделать, чтобы заменить вот этот пробел, чтобы заполнить этот пробел и чтобы, в общем-то, помочь Украине. И я вот сейчас как раз слушал дискуссию на саммите, ну вот на этой встрече «Европейская стратегия», «Ялтинская европейская стратегия». Там много говорилось о том, что, в принципе, у Украины есть хорошие уже свои производственные структуры, которые могут производить, скажем, дроны в большем количестве, чем они сейчас производят эти дроны. И там, скорее, не хватает денег просто, чтобы оплатить производство. А ресурсы, спроможность, как это будет по-русски, способность, я уже забываю русский и уже перехожу на украинский. И это способность есть производить. И, в общем-то, не хватает финансов, и это не так все дорого. Сейчас был вот этот интересный тоже подход Дании, которая оплатила украинское производство гаубиц для украинской армии. То есть не поставка там датского или какого-то западного оружия, а просто профинансирование строительства украинской артиллерии. И вот такого рода подходы, как, скажем, закупка оружия за пределами Европейского Союза, поддержка украинского военно-промышленного комплекса, они бы могли быть инструментами Европейского Союза, у которого действительно недостаточно своих ресурсов, все-таки хотя бы частично заполнить этот пробел. Я думаю, такие попытки будут. Как они именно, насколько они будут успешны, пока трудно сказать. Андреас, ну и еще одна важная тема, тема, касающаяся Америки. Потому что мы все внимательно следили за тем, как Конгресс голосовал за поддержку Украины в размере 60 миллиардов, и наши западные союзники в Европе тоже за этим внимательно наблюдали. И, казалось бы, цель достигнута. И вот после длительного периода ожидания мы наконец-то получим достаточное количество оружия. И вдруг появилась совершенно неожиданная информация, что Америка уменьшает количество поставок оружия и поддержки Украины. Когда спросили, что же происходит, объяснили, что вот такая история, что нет этого оружия. И тогда встал очень странный вопрос. Означает ли это, что Конгресс проголосовал что-то, не имея под собой какого-то обеспечения? Это первый вопрос. Второй вопрос, я говорила с Беном Ходжесом, он сказал, это не вопрос оружия, это вопрос политической воли. Если это вопрос политической воли, то почему вот в конце сентября американская администрация, Байденовская администрация, рискует вообще потерять доступ к этим шести миллиардам, которые должны предназначаться Украине? Конечно, американцы сейчас пытаются вынести это снова в Конгресс, но что будет в Конгрессе, каким будет голосование и согласование накануне выборов, уже понятно любому человеку, наверное, мне так кажется. Таким образом выглядит, что Америка сейчас просто практически на грани потери вот этих шести миллиардов, которые могли бы быть направлены на помощь Украине. И, честно говоря, возникает определенное недоверие вот к таким объяснениям, что вначале там сложно в Конгрессе голосовалось, потом с логистикой проблема, а потом оружия у нас нет. Все это выглядит немножко притянутым за уши из Киева, может быть, я не знаю, из других городов иначе, но из Киева точно притянутым за уши. И тогда встает вопрос. Считаете ли вы, что это часть какого-то большого видения переговорных процессов? Я не знаю, тут можно много от конспирологических, которые начинаются, что Америка хочет позволить Путину сохранить лицо, дать ему захватить Донбасс, и таким образом, а мы понимаем, что мы оставляем там некоторые наши города, потому что нет оружия, у нас нет боеприпасов в достаточном количестве, вплоть от конспирологических, повторюсь, сохранить Путина лицо, вплоть до, я не знаю, каких-то важных дипломатических моментов. Извините за такой долгий вопрос, но просто очень хочется понять, как вы видите, что происходит вообще, и считаете ли вы, что какие-то переговорные процессы, они где-то уже ведутся и достаточно на таком высоком уровне? Ну, я не живу в Америке, к сожалению, я не могу настолько глубоко это проанализировать, но действительно это настораживает, что даже после этого вроде бы позитивного голосования в Конгрессе сейчас опять такие, в общем-то, бюрократические вдруг сложности возникают, того, что там истекает срок, там отзывы вот этих денег, которые там заложены в документе, и что нужно сейчас вот вовремя это все сделать, и пока это выглядит так, что это могут там просто потерять этот дедлайн, вот этот срок, и, ну, это тоже для меня такие непонятные, в общем-то, развития, которые противоречат вот тому, что заявляется, и возникает действительно подозрение, что там в администрации есть разные тенденции, и вот, может быть, за этим стоит какая-то внутри правительственная борьба разных там советников, разных идеологов байденской администрации, ну, наверное, и во всем этом и играет роль выборов, и то, что, видимо, тут в администрации хотят себе так вести, чтобы это было выгодно для Харрис на этих выборах. Что-то такое в этом роде. Ну, еще не все пропало, насколько я понимаю, еще есть там несколько дней, может быть, это еще решится с этими миллиардами, и там еще все-таки это будет приоделено, и не будет потеряно вот это предусмотренное для Украины деньги. Но действительно это настораживает, и, видимо, там есть, в общем-то, фракция и внутри демократической партии, которая не хочет решительной поддержки для Украины. Там, в целом, я думаю, демократическая партия, она более проукраинская, чем республиканская партия, потому что там есть эта вот большая фракция, в общем-то, антиукраинских и пророссийских политиков. Но это, видимо, тоже частично распространяется на демократическую партию, увы. Ну и тогда, если можно, ваши ощущения, я не знаю, анализ, интуиция, что угодно. Считаете ли вы, что в ближайшее время возможны какие-то переговоры, договоренности, с фаерой или прекращение огня, или что-то еще? Ну, потому что иногда, если анализировать действия, то создается впечатление, что такие процессы идут. Не знаю, как у вас. У вас есть взгляд с другой стороны на эти обстоятельства? Я бы сказал, что сейчас все-таки несколько другая ситуация. И на фоне того, что произошло в Курской области, вот этот намек Зеленского о переговорах в июле, он и сейчас для меня более понятным выглядит. Что если бы сейчас вступить в переговоры, если бы сейчас, например, провести полное перемирие, то это бы означало, что не только во время этого перемирия украинская территория, оккупированная Россией, остается под оккупацией, но и российская территория, которая была занята украинскими войсками, в таком гипотетическом перемирии осталась бы под контролем Украины. Поэтому и такая ситуация могла бы быть в чем-то выгодной для Украины, потому что тогда остается вот чем можно торговаться и остается тоже для России позорная ситуация, что она не может контролировать полностью свои границы и она частично под оккупацией находится. То есть сейчас немножко другая ситуация. Я тоже об этом написал и надеялся на то, что Китай, который имеет, я думаю, ресурсы для того, чтобы, если бы он захотел остановить эту войну, он бы мог воспользоваться этой сейчас ситуацией. Это, наверное, тот актор Китая, которому легче всего было бы это всего остановить. Но, видимо, в Пекине там скорее хотят продолжения войны, потому что она выгодна, конечно, для Китая. Эта война во многих отношениях, в экономическом, в политическом, в стратегическом отношении. В Пекине, видимо, пока видят больше шансов, чем рисков в этой войне. Хотя и для Китая тут есть риски. Это ядерная эскалация, которая не в интересах, насколько я понимаю. Китая, он не хочет, чтобы было распространение ядерного оружия, чтобы такие, чтобы там, скажем, соседи Китая приобретали ядерное оружие. Ну и другой сценарий сейчас об этом Александр Эткинт, известный российский историк, очень четко и для меня удивительно, ясно сказал, что он видит конец этой войны в распаде России. И что это будет как в Советском Союзе, что он там тоже это сравнивает с Австро-Венгерской империей, которая как бы начала Первую мировую войну, и в результате этой войны, которую она сама начала, это Австро-Венгерская империя, вот она и распалась. И он вот видит тут некую аналогию. И тут вопрос в том, насколько такой распад России в интересах Китая. Одна аргументация может быть, что это в интересах Китая, потому что тогда он может, например, себе вернуть потерянные в XIX веке территории. И другой сценарий такой, что если там на севере от Китая появятся ядерные маленькие ядерные державы, которые, ну, то есть новые какие-то образования с ядерным оружием, это может быть и не в интересах Китая. Это нужно, наверное, Китай-веда спросить, как там стратегическое видение вот такого сценария в Пекине. Поэтому я тут очень трудно сказать, вот как это может все сложиться. Но, в принципе, я думаю, что в сегодняшней ситуации полное перемирие, которое бы тоже было перемирие в Курской области, это уже не такой и для Украины плохой сценарий. Потому что пока можно держать вот эту территорию российскую, есть о чем договариваться. И уже Украина не в такой ситуации, что она просто апеллирует к международному праву, к чувству справедливости, европейским ценностям или чему-то такому. Она сейчас может чем-то торговаться в переговорах. Андреас, ну и вот в продолжении разговора о переговорах, как вам кажется, насколько Россия сейчас оказывается в ситуации, когда она еще может что-то кому-то продать? Я имею в виду Западу. И что тогда она может продать? И если какой-то интерес Запада сейчас договорится с Россией, чтобы что? Например, я не знаю, чтобы оставить Китай, чтобы снова вернуть Россию в орбиту своего влияния, чтобы, ну я не знаю, куча разных моментов, чтобы там решить какие-то вопросы, ну давайте, не знаю, в Африке, условно говоря, или на Ближнем Востоке, не знаю, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия. То есть очень много разных моментов может быть. То есть посмотрим немного шире. Вот есть война между Россией и Украиной, и есть куча интересов вне этого региона. Вот насколько сейчас есть вот еще возможность каких-то таких договоренностей по другим темам, которые могут оказать влияние на войну России против Украины? Ну я боюсь, что на Западе еще есть люди, которые там мечтают о том, чтобы восстановить торговлю с Россией, там, скажем, поставку газа, нефти. Есть, наверное, те, которые думают, что как-то можно заключить какой-то антикитайский союз с Россией. Такого рода мечты, наверное, еще у каких-то людей есть. Но сейчас главный интерес, я думаю, Запада, это, и он не только политический, но и, я бы сказал, общественный интерес, это закончить войну для того, чтобы она не расширилась и не превратилась в Третью мировую войну. Там есть, ну и в Германии я это очень четко чувствую, там есть большой запрос от общества, как-то это все остановить, чтобы оно не превратилось в большую войну, которая втянула бы эти страны. В этом, я думаю, главный вызов. И Россия, конечно, очень работает в этом направлении. Хотя еще есть и те, которые думают, что вот давайте мы снова начнем торговать с Россией и будем там строить какое-то там партнерство или там заключим какие-то договора. Это тоже есть, ну, я думаю, что для Запада наилучшая сейчас стратегия, это просто было бы следить за тем, чтобы санкции соблюдались, потому что сейчас просто так получилось, что большинство этих санкций просто обходится через то, что какие-то третьи страны или третьи посредники появляются, которые организуют вот эту поставку всяких западных изделий, в том числе и военных изделий в Россию через вот какие-то вот третьи страны. И вот есть вот эти странная статистика, там, скажем, центрально-азиатских стран, которые вдруг начали там в несколько раз больше торговать как с европейскими странами, так и с азиатскими странами, потому что они просто, через них просто идет вот поставка чего-то там в Россию. Ну и второе, это военная поддержка и финансовая поддержка для Украины, для того, чтобы Украина могла какие-то новые победы тут показать, и вот потом с этими победами пойти в переговоры с Россией, которые будут уже иметь смысл. Это единственная стратегия, которую я сейчас вижу. Пока вот Китай будет дальше поддерживать Россию, вот такая получается просто продолжение той конфронтации, которую мы уже имеем. Ну и немножко о Европейском Союзе. Сейчас сформирована уже Европейская комиссия, уже есть такой, я так понимаю, закрытые все вопросы, связанные там с созданием структур, утверждения, политическими хорошими нормальными торгами, как это принято, да. Вот, и насколько сейчас Европейский Союз, ну, не знаю, будет способен менять какую-то свою политику в отношении многих вещей? Не знаю, вот будет ли эта Еврокомиссия другой? Будет ли этот Европарламент другим? Как вот считаете ли вы, что будут какие-то серьезные изменения? Ну, есть, я бы сказал, такое усиление центрально-восточноевропейского фактора. Вот Кая Калас и Андриус Кубилиус, если они будут подтверждены парламентом, тогда, я думаю, тут будет более решительная еще политика, чем раньше была. Ну, и я уже это, может быть, говорил у вас на канале, для Украины оказалось, в общем-то, неожиданным счастьем или удачей, то, что Урсула фанерлайн была вот в 22-м году президенткой Еврокомиссии сейчас, видимо, останется, и у нее не был такой четкий внешнеполитический профиль, и она просто, когда настал вот момент такого, ну, смены эпохи, как это говорится, Цайтенвенде в Германии, она, ну, хорошо почувствовала это и стала очень решительно действовать в пользу Украины. Я думаю, без нее, я так предполагаю, Украина бы сейчас не имела статус кандидата в членство в Европейском Союзе. Поэтому я, в общем-то, оптимистически смотрю на эту новую комиссию, очень надеюсь, что она будет подтверждена парламентом, и что Европейский Союз, по крайней мере, вот на этом супра-национальном уровне, он будет дальше поддерживать Украину, и, может быть, еще больше будет поддерживать Украину. Но есть и факторы внутри разных стран, особенно это касается, конечно, Венгрии, теперь тоже Словакия такая стала проблемной, я бы сказал, страной. Но и в других странах есть силы, которые как-то живут там в параллельном мире и хотят удовлетворить эти желания Путина и думать, что это будет в пользу их стран и Европы в целом. Я так немножко осторожен, потому что мы уже, есть горкий опыт того, что иногда вот такие надежды, как они у меня сейчас есть, не сбываются. Андреас, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами, очень вам за это благодарны, спасибо. Спасибо. Андреас Угланд был сегодня нашим гостем, за что мы ему очень благодарны. Конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреон, оставайтесь с нами. Продолжение следует...